После первого тура в группе «Д» Лиги чемпионов неожиданно для всех лидирует «Шериф». Команда из непризнанного Приднестровья формально оказалась выше мадридского «Реала» и «Интера». Мало кому до этого известный клуб уже обыграл «Донецкий шахтер», и теперь «Шерифу» предстоит встретиться с «Реалом». Команда формально представляет в Лиге Молдавию, но принадлежит Приднестровскому холдингу «Шериф». Эта корпорация контролирует больше половины экономики непризнанного государства и во многих сферах является монополистом. Зарубежные аналитики припоминают криминальные истории 90-х годов и прямо говорят о мутных источниках доходов «Шерифа» и, следовательно, его футбольного клуба, который выступает сейчас на высшем европейском уровне. Но власти, не признанные ПМР, полностью доверяют холдингу. «Шериф является основным налогоплательщиком, они создают новые рабочие места, они инвестируют, они отвечают за продовольственную безопасность государства в том числе. И они надежный партнер, вот что самое главное, понимаете, они надежный партнер, им можно доверять. Поэтому с ними надо вести диалог, и это абсолютно нормально. Любая власть должна вести диалог со своим бизнесом». Но если в руководстве республики довольны ситуацией, то граждане не столь оптимистичны. За 30 лет существования Приднестровской Молдавской республики ее население сократилось в полтора раза, в основном за счет оттока молодежи, которая видит на родине малый перспектив. На референдуме 2006 года 97% населения высказывались за присоединение к России. Сегодня определенный отклик находят слова президента Молдавии Майи Санду, которая призывает к мирному урегулированию разногласий и в перспективе предлагает путь в сторону Евросоюза.